Принятие ярма Царства Небесного, то есть бремя Царства Небесного взять на себя. Это является как бы любовью. Вот именно этот отрывок, раввины говорят, что это проявление любви, как взять на себя ответственность, бремя Царства Небесного. Еще хорошо друг друга, это... А Бога? Интересно, правда, как у нас традиционный иудаизм пересекается с тем, во что мы верим. Правда? Царство Небесное усилием берется, и прилагающие усилия восхищают его. Иешуа говорит, Царство Небесное приблизилось, оно уже здесь, то есть на вытянутую руку. И восхищающий его, он победит, он получает. То есть, он говорит о той же концепции, той же идее, которая проносится через Танах, через послание, через Шма. И говорит, возлюби Господа Бога твоего. Это состояние, как определить вот эту любовь, когда ты стремишься к Богу всем своим сердцем, всем своим естеством. То есть, внутри тебя постоянно есть желание, несмотря на трудности, переживания и так далее. Что-то внутри тебя, оно всегда говорит, люби Господа. Фактически, как Давид говорил в 42-м псалме Тегелим, что как лань желает потоком воды, так и душа моя к тебе, что Господи. Чувство вот этой жажды Бога. И к этому подводят наши раввины, как бы объясняя эту позицию Шма. Что фактически, внутри состояния человека, как жажда, без чего ты не можешь жить, без которого ты не можешь жить, является выражение твоей любви. Всем сердцем твоим. То есть, есть источник, откуда это происходит. Из этого человека происходит все, да? Есть источник, который выделяет эту любовь. Ну, фактически, он является источником. Я пока ставлю в сторону. Потому что мы должны понимать, что любовь есть, как бы, это чувство, которое нас разделяет. Есть любовь, которая искренняя, не эгоистическая любовь. И мы называем это любовью, по-гречески, агапа. Не эгоистическая любовь. Но мы к каким, там, качеству любви, какая любовь по Писанию, мы будем еще читать. Но фактически, есть чувство, чувство, которое не эгоистическая любовь. И есть эгоистическая любовь. Мы когда говорим эгоистическая любовь, мы говорим, это какая-то такая, ну, странная, это злая любовь, да? Но подождите, моя любовь к жене, она может быть эгоистической. Нет, неправда. Она хочет свою любовь отдать мне, я хочу свою любовь отдать ей, она пользуется моей любовью, и я пользуюсь ее любовью. И я пользуюсь ее любовью, это эгоистическая получается, правда? Но она идет в состоянии сердца, которое изливается, в первую очередь, к Богу. Она ищет, эта любовь не ищет своего, она ищет того, ну, своих, хотя моя потребность есть. Простая концепция. И в Ихаташа Новом Завете говорится так, что ибо не жена владеет своим телом, но муж. И наоборот, это что? Что это за любовь? Это проявление любви или нет? Проявление любви. А когда мы просим у Бога для себя, это проявление какой любви? Эгоистической или неэгоистической любви? Ну, почему-то мы не... Каким-то образом мы аж плачем, когда мы просим. Аж сердце болит. Не, мы получаем. Понимаете, о чем я говорю? Но вопрос, когда мы говорим, эгоистическая любовь, в разуме у нас в голове, есть вавка, мы говорим о том, что это плохое состояние. Но мы должны на самом деле изучить, что такое любовь. изучить позиции любви. Да, понять даже для себя, что просить у Бога это нужно. Но дети тоже эгоисты. Понимаете, о чем я говорю? Я сейчас начинаю ваши мозги трясти немножко. что то, что мы понимаем по словам любовь, она не всегда вот такая вот миражная или как-то розовая такое состояние. Она бывает различна. Человек, который любит Бога, а не может любить другого человека, не любит Бога. Это позиция последнего раввина хаббатского движения. Какое мы можем сделать, дать на это слово, которое было записано 2000 лет назад? Не-не-не-не-не-нет. Я из Писания. То есть он делает цитату, эгоистические, которая взята из брыхаташа. Не-не-не-не-нет. Вот смотрите. Человек, который любит Бога, но не может любить другого человека, не любит Бога. Какое местописание к этому подходить? Как ты? Нет. Как ты человек? Давайте сделать, как там написано. Если ты говоришь, что любишь Бога, но не любишь брата твоего, а как ты можешь любить Бога, которого не видишь, если не любишь брата твоего рода? Окей. Интересно, правда? Как позиция сегодня иудаизма, она на самом деле пересекается с мессианским видением, понятием того же положения? Как же нужно было все это так закрутить интересным образом, чтобы настроить всех остальных евреев против мессии Иешуа? Ну, нет, смотрите. Я хочу, чтобы вы понимали. Они идут по учению. То есть сегодня новой концепции иудаизма нету. Она утверждена Галахой, утверждена Талмудом и правилами, которые существуют. Нельзя изменить его. Понятие мы в прошлый раз учили. Что такое Тора? Это может быть и пятикнижье, это может вообще быть весь Танах, это также может быть комментарий всех раввинов. Кто как понимает ее. Поэтому есть утвержденная Галаха, правил, свод, которые они изучают, туда входит и Талмудические изучения. Где и описывается концепция фактически всего остального. Я выкинул. Я хочу также зачитать одну вещь. Если я смогу найти. вот сейчас. Нет. Кто вас немножко понимает, что происходило вообще в истории до во время разрушения храма. Кто вообще мало кто, Там один человек за человек, понимает. Во время до того, как разрушил храм, было восстание в Иерусалиме. И он возглавил Баргохба, но с поддержкой раввина Акивы, раби Акива такой был, который положил основание для сомнения в позиции Торы, то есть интерпретации самого Танаха. И что вокруг Тора можно еще поставить еще ограду, то есть понять позиции, как устная Тора. Но когда его взяли и должны были казнить за бунт, который был поднят, он делает выражение, которое записано здесь в комментариях насчет того, что значит всей своей душою возлюбить, то есть до конца, не только жизнью своей, то есть по жизни, но и душой. На последнем издыхании ты не продаешь Господа, а наоборот его благословляешь. Как я понимаю и смотрю, что примерно это после 70-го года была эта казнь, может это было 75-е, может быть еще раньше, потому что Акива сбежал в Вавилон, и там еще долгое время было раскрутки всей, но даже там есть момент, когда он пришел обратно в Верусалим, когда он распахан, разрушен, он смеялся, а его ученики плакали, потому что горе было, и спрашивают, почему ты плачешь? Он говорит, до того, как это совершилось, я боялся, что разрушение храма наступит, а потом и рассеяние евреев, но потом, когда это произошло, я смеюсь, потому что он обещал, что он восстановит. Ну, как бы такая вот есть позиция. Но о чем я говорю? Параллель, который я хочу провести, кто понимает, как и почему умер Петр? Почему Петр умер? И как он умер? Распяли. Когда-то примерно было? Как вы думаете? Нет, до. Я думаю, что до. Давайте возьмем так, что деяние апостолов это период 40 лет. Примерно. 40 лет. Храм не был точно в 70-м году. Он после 70-го точно времени еще не определено было. Но примерно 40 лет. И традиция говорит, что именно до разрешения храма был Петр уничтожен. То есть вы думаете проявление любви было или нет? Ага. То есть намного больше будет. Давайте начнем с того, что Ишуа обращается к нему и говорит о том, помните, я проповедовал об этом, любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня? И потом говорит, следуй за мной. И он говорит такое, что когда ты был молод, то ходил, куда хотел. Когда ты застаришь, я поведу тебя туда, куда не захочешь. Давай я понимаю, какой смертью он умрет. Ясно? До этого говорил любви. здесь выражение любви очень важное. Что он выражает свою любовь относительно шма. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим всем разумением и всей твоей крепостью. Именно вот это состояние души на последнем выдохе он продолжает тему веры и страдания за Господа за Господа и благодарение выражает чтобы не быть похожим на него то есть не быть кончувствующим распините меня вверх ногами так говорит традиция. После этого Равиа Кива может быть он знал об этом может быть не знал об этом но противостояние было очень серьезно потому что фактически идет отделение от христианства или не христианства до времени уже разделение в обществе от тех кто инакомышлящий и здесь они говорят такую но я зачитаю все дни же так великий великий учитель хотел сказать что заповедь любви всем сетам своим заповеди любви всем существам своим он исполнял всегда но заповедь любить всей душой своей невозможно донести до совершенства до самого последнего момента жизни разве не буду я радоваться сказал он когда мне предоставилась возможность исполнить эту заповедь во всей ее полноте это это говорит рабе акива когда его когда его должны были казнить его ученики плакали и так далее и он говорит что я всегда выполнял закон или служить господу своей жизнью своими страданиями но я всегда мечтал чтобы исполнить заповедь всей своей душой и он был казнен отсечением голове головы так вопрос теперь похоже ли это на то что происходило с петром то есть шма действовала в израиле всегда понимаете я хочу сказать чтобы потому что мессианских евреев называют мишумим или же предатели изменники то есть предатели веры отца отцов и так далее я хочу показать что любовь к богу и отношение к вере остается то же самое как вот ноги они просто ссылаются на своих раввинов мы ссылаемся на тех раввинов которые наши мы подтверждаем что те же то же самое и бог хочет чтобы мы следовали за ним всей своей крепостью поэтому любовь это то когда мы проявляем свои желания в конце концов обнаруживается что называемое имя любовь людьми просто оказывается ограниченным определением условия и его эгоизма то есть имеется ввиду когда мы говорим что человек не может любить ближнего своего а только бога тогда эта любовь превращается в эгоистическую любовь потому что исполнить заповедь любить господа бога твоего без любви к ближнему невозможно буду краток эгоистическая любовь должна выполняться условием понимания наших потребностей это эгоистическая так коротко эгоистическая любовь проявляется пониманием наших потребностей и если это эти потребности не исполняется эгоистической любви то человек находит беззаконный путь исполнения своих потребностей то есть я люблю свою жену и как бы ну использую ее богу и так да вот ее ее проявление любви там она там кушать сварила там еще ухаживает у нас есть отношения проявление она любит меня да но как это я эгоист я воспользуюсь этим но когда я не получаю то эгоистической любви путем моей потребности понимаете о чем говорю я включаю закон другой я ищу другие пути то может быть давление позиции я начинаю давить чтобы получить эту любовь это уже не является любовью я понимаю я понимаю я хочу чтобы понимать момент есть эгоистическая любовь и неэгоистическая любовь эгоистическая любовь она тоже любовь потому что я люблю своих детей и ожидаю от них что они будут правильно относиться к этому понимаете да они послушные и так далее это тоже проявление любви то есть я поймите меня о чем говорю но когда эта эгоистическая любовь не получает своих своих потребностей она ищет пути друг давления получить то что она хочет это не является любовью уже трудно как за мысль такое это ослужно но реально но реально так и есть потому что от эгоист вопрос эгоизма это немножко другая но неэгоистическая ну да на первый взгляд эти вещи кажутся невыполнимыми да и если этот источник вот этот начинается давление отношения в семье и так далее такие трудности и обязательно такая любовь окажется непостоянной непостоянная любовь получается как кошка с собакой вот живут как кошка с собакой да и любятся так же это вопрос уже времени цена такой любви эгоистической может стать очень большой расплатой потому что начинается потребности да если не получает эту любовь да вот каким нормальным способом эгоизма потребности начинается давление с другой стороны то есть поиск получить другим способом неэгоистическая любовь предполагается состояние когда человек поднимается выше собственных потребностей но мы подходим к этой но не совсем безусловная любовь я хочу чтобы вы понимали мы придем потом к объяснению брехаташа мы чаще всего нету оригинала на иврите или арамейском языке и так далее он самый поздний вариант именно самый раньше ранний вариант это он написан на греческом языке так же самое как и самый ранний полный полный список Торы который мы имеем он фактически младше чем брехатажа полный список отрывки были там разных рукописей но полный список Торы который мы сегодня имеем написанный свитки он датирует оказывается первым тысячелетием что такое типа этого я не точно не знаю но опять же любовь поднимается над всеми своими потребностями это не эгоистическая любовь о чем это если мы поднимаемся выше наших собственных потребностей которые сейчас мне это надо мы выходим на уровень где мы пытаемся исполнить потребности другого человека то есть мы понимаем чего-то почему-то не сделал почему это он не совершил и тогда мы можем идти на уступки следовательно мы идем в отношении с Богом как Бог смотрит на эту ситуацию помните прошу шаббата я говорил пример я останавливаю такси и человек другой садится и уезжает проявление любви агентической любви я бы пошел бы вытащил человека из такси сел бы и поехал и я был бы прав не разбирать ситуацию но неэгоистическая любовь идет выше собственного чувства ты позволяешь этому совершилось идя на простой смысл что этому человеку в данный момент это более необходимо и более справедливо потому что мы не знаем что происходит у него в жизни и тогда я иду с бога в одну ногу я пытаюсь сказать боже ты же теперь можешь мне благословить вот понимаете что я говорю ситуация которой мы иногда добиваем ее не дает богу благословить тебя опоздать другую ситуацию вы так же сам можете остановить такси другой человек заскочил ты говоришь ну господи ты сам все знаешь ты знаешь мой пути если я должен опоздать я опоздаю если ситуация такая что человеку больше нужно слава богу тебе благодарность я сажусь такси еду дальше и вдруг я вижу ситуацию этот таксист разбитый человек человек вот тот кто сделал такси покалеченный и все остальное и так далее вопрос что это было наказав другого я по слову говорю это уже судья сам бог но наше мышление должно быть именно проявление любви какой неэгоистической когда мы поднимаемся выше собственных потребностей мы понимаем что это является проявлением агапы но не совсем так не совсем так мы не жертвуем собой мы жертвуем обстоятельствами мы жертвуем такси мы жертвуем как бы временем есть она есть как бы оно конечно я вот в этом как бы я да я зачитаю вам одну одну фразу из тоже равеннистических таких читать можно много у раввинов но или же жизни еврейской но почитай одну как бы историю однажды мальчик обратился к раввину с вопросом почему у человека два глаза а не один подобно носу и рту левым глазом ты должен смотреть на себя чтобы видеть как ты можешь совершенствоваться ответил раввин а правый глаз дать для того чтобы с любовью смотреть на других и всегда видеть их в лучшем качестве интересно правда так вот как бы с одной стороны оно как бы глупый ответ но в реальности ты оставляешь в детях что-то особенное то есть твой внутренний как ты смотришь на себя внутренне как ты живешь писали говорит исследуйте себя не как себя и в учении этим спасешь себя и что и дом твой слушающих тебя в такой момент это вопрос а кто тебя будет слушать в первую очередь если тебя дома если в дом в дом у тебя не в порядке ничего кто тебя будет слушать ты понимаешь что начинается все внутри и любого на самом деле поворачивает нас посмотреть вы внутрь и смотреть на других когда мы это делаем мы исполняем митцву мы исполняем заповедь который что говорит возлюбите друг друга как и я возлюбил вас поэтому это является новой заповедью новой заповедью любовью вечной возлюбил тебя и явил тебе свое благоволение важность этого положения любви что интересно что возлюбить ближнего своего как самого себя это заповедь которая входит вообще в жизнь каждого человека должна войти именно верующего человека и иудея тоже в исходе 20 главе перечисляется 10 заповедей которые Моисей получил от Господа да и 4 заповеди регулируют отношения между человеком и Богом 6 остальных регулируют отношения между Богом вернее человеком и человеком 4 заповедей 4 заповеди действуют относительно Бога любить Бога когда ты любишь Его ты не делаешь себе идолов ты делаешь никаких там наколок шмаколок еще движняков в своей жизни нарезав надрезав и стуканом и все остальное 6 относится к отношению к людям где наше эго которое внутри нас оно должно иметь тормоза часто люди говорят о том что мы руководствуемся благодатью в чем проявляется благодать Богом данный дар да благодать но если вы посмотрите еще в контексте брехоташа особенно в деянии апостолов когда пришли в Ефес да вот пришли посмотрели увидели что происходит вопрос такой был ну как бы так посмотреть нужно было и ответ такой что я увидел благодать действующую излияние Духа Святого то есть благодать это не просто какое-то ну безвольное ну решение а действие Святого Духа которое он нам дал чтобы научить нас взятый возьмется от меня дастся вам чтобы что сделать наставить вас на всякую истину истина не просто проявление дорог там какое-то самое или говорить на языках это проявление того благодати да но в самом деле он нас должен научить как нам любить друг ближнего ближнего он должен научить как нас нам любить врагов как нам не делать одного другого он должен научить нас и когда-то проявляется эта любовь тогда нам на самом деле нам не нужно особенно молиться эта благодать которая внутри нас производит уже произвела какое-то действие поможет нам воздействовать дальше дарами чудесами знамениями возложения руки все остальное мы получим когда он научит нас что нужно делать потому что если мы хотим использовать дары святого духа то мы должны что любить любить невозможно иначе невозможно невозможно нужно любить любить врагов своих ненавидит грех мы не должны как бы согласаться с грехом который эти люди делают но любить людей мы должны амин закон матфея 5 глава 21 стих вы слышали что сказано древним не убей кто же убьет подлежит суду что же говорит благодать матфея 5 22 я говорю вам что гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду кто же скажет брату своему рака подлежит сендриону а кто скажет безумный подлежит гиене огненной вот вам благодать легче сделал еще закон нет он объяснил его он не жестче он объяснил его потому что не убей то есть просто как бы не просто замы в контексте вот закона говорить о том чтобы не делать намеренного задуманного убийства люди едут на машине выскочил и ты его сбил и убил правильно случайности бывают бывают случайности да поэтому по случайности если будут случайности то построились города убежища чтобы мог человек убежать от отмщения не по причине что закон как бы так он давал нам как бы убежище потому что ненависть человека или же возмездие за кров он не хочет разбираться он просто хочет пойти и убить поэтому Бог предоставляет другому человеку по причине своей может быть неловкости или же нежелания так произошло он имеет право сбежать и там оставаться но здесь когда закон говорит не убегается он замысленном умышленном убийстве задуманным планированным теперь когда мы говорим об этом мы передвигаемся с Ешуа в другой план говорит но гневающийся на брата своего напрасно напрасно то есть тоже планированное начинаешь накручивать себя слушай это он же сделал вообще это специально и ты начинаешь себя накручивать он это одно и другое он это планировал и ты начинаешь заранее еще не поговорил с человеком не зная какие-то ситуации напрасно ты уже гневающийся на него подобен брата убийцу убийство правильно такое матфея 527 вы слышали что сказано в древнем не прелюбодействуй просто не прелюбодействуй конечно же там же объясняется законом что нужно делать и как это делается то есть у тебя поднялся эрес ты пошел у тебя голова отключилась пошел делать то что ты хочешь делать он говорит подождите секунду все начинается с того не самого акта не преступление начинается акт понимаете да хотя это очень важная часть все все мы согрешаем если я буду задавать вопросы это кончится позже что мы все согрешаем мы проходим мимо ларьков магазинов смотрим телевизор фильмы и все попадаем на какие-то очень неприятные сценарии или же вещи вопрос сегодня как мы на это реагируем и если еще говорит что но говорю вам всякий кто смотрит на женщину то есть не увидел женщину давид тоже мог выйти ой из-за того что он знаете держится закона он застеснялся он понимает что-то не то он бы закрыл глаза и господь прости девушка вы извините и пошел понимаете да но он говорит о том что кто смотрит на женщину с вожделением что раздевать глазами это все видно в то время я вас умоляю там уже все полностью одеты были там свои свои были фокусы там все свои свои ситуации и так далее и так далее то есть и уже преодействуют все со своим 5 глава 31 сказано так же что если кто разведется с женой своей пусть даст ей разводную а я говорю кто разводится с женой своей кроме вины прелюбодеяния тот подает и повод прелюбодействовать и кто женится на разведенное тот прелюбодействует вот этот вопрос который всегда касается многих пятидесятников и баптистов тоже я пока не буду делать комментарии на это занимает очень много времени надо просто понимать концепцию еврейской свадьбы еврейского бракосочетания чтобы потом понять почему Ишуа говорит о том что кто разведется или же ну женится на разведенное прелюбодействует это совсем другая тема 5 глава 33 стих еще слышали вы что сказано древним не приступай к клятвы но исполняй пред господом клятвы твои а я говорю вам не клянись вообще пускай слова ваши будут да да или нет нет что сверх того то от лукава то есть божусь клянусь дам тебе зуб на это все новобиение там еще что-то еще как бы такое то есть вы говорите нет послушайте есть понятие закона да и нет что сверх когда обходить закон с разных сторон то от лукава сказано не делать не делать но вы клятвы которые делали люди пред богом они были невыносимы то есть обидеть ввиду ты должен был их исполнить не исполнял и была беда но не делайте так просто да да или нет нет в законе написано если сказано исполни не сказано не ищи себе головной боли сказано око за око зуб за зуб я пока по крайней мере не читал там это око за око зуб за зуб возьмите кровь за кровь как бы там было пытались они сделать но ты у меня выбил правый зуб я тебе тоже выбью правый зуб попробуй попасть не его а вдруг не получится или око за око то есть постоянно драка а я говорю вам не противтесь злому то есть он говорит драки бывает нервы у людей сдают побили вас не противтесь злому то есть все проходит но кто ударит тебя по правую щеку твою обрати к нему и другую чаще всего драться нельзя ну нельзя но я думаю что здесь еще другая ситуация идет что если тебя бьют по причине твоей веры помни когда Рав Шаул и был в Синедрионе да к отцу пристал при людьми и его ударил человек кто помнит это место и он говорит пускай тебе Господь так же само шмякнет хлопнет стена подбеленная и все начинают ты как обращаешься с первосвященником и он говорит извините я не знал что на тот момент он подпишись другими словами ну тогда ты способен ударить еще подругой щеки понимаешь что он сказал извиняюсь при твоем положении ты можешь еще раз меня ударить от этого ничего не изменится вы слышали что сказано люби ближнего твоего ненавидь врага твоего сказано то есть сказано вы слышали что сказано не написано и везде написано что сказано не написано а я говорю вам любите врагов ваших благословляйте проклинающих вас благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и я вас не буду обижать отпускаю вас на перерыв спасибо